У нас в гостях замечательный человек, который об имени знает очень много, потому что занимается нумерологией, занимается разгадкой звезд. Это, собственно говоря, что они насуляты. У нас в гостях Кирилл Астерливин и занимается аномастикой, наукой, изучающей имена. Доброе утро! Всем доброго-доброго утра! Понедельник – хорошее начало для всего, что угодно, а поскольку это день луны, то это еще и возможность получить новые знания и проверить свою интуицию. Проверим? Проверим! Итак, давай посмотрим на твое имя. Я больше все-таки нумеролог и занимаюсь не аномастикой, но то скрытое, что за значением обычно присущим за именем, мы с вами сегодня можем посмотреть. Как интересно! Очень просто. Все делается очень просто. Каждая буква алфавита, неважно какого, английского или русского, нумеруется, присваивается число, а потом все эти числа складываются до тех пор, пока они превратятся в одну единственную циферку, то есть единичку. Итак, начнем. Слово «Анна». Начнем с твоего имени? Начнем. Мне очень интересно. А, первая буква алфавита, значит, это единичка. Планета Солнца уже начинается с открытия чего-то нового. Анна – это всегда открывающее что-либо. Хорошо. Следующая буква. Н. Если мы так ее посмотрим и сложим, будет шестерка. Венера. Хорошо подходит для женщин. Итак, единичка Солнца, то есть сверкающая, несущая энергию. Потом идет Венера, потом опять пик этого, то есть что-то домашнее такое сдвоенное. Это двойной такой дом. Умение быть везде своей. Анна – это та, кто везде своя. Но при этом она ставит последнее слово, оставляет за собой, поскольку последняя буква опять единичка. Итак, Анна дает сочетание единичка, шестерка, шестерка, единичка. Вот она вот эта вот суммарная вибрация. Если мы говорим про длинные имена, она будет длиннее. А в сумме 7 плюс 7 дает 14. Итак, пятерка в итоге. А это значит постоянно движущиеся, потому что Меркурий умел быстро двигаться, умел работать с информацией и умел находить свою выгоду во всем, не сидеть на одном месте. Итак, вот она нумерологическая уже трактовка вашего имени. А у меня сразу вопрос возникает. Мы берем полное имя. Не Аня, не Анечка, не Анюта. Если Миша, то Михаил. Да, вот так рассматривай. Максим, как ты думаешь, что для тебя лучше, Макс или Максим? Ты знаешь, мне и так, и так привычно уже стало. Я как-то официально всегда Максим, а когда в неофициальной обстановке я Макс. Ну, вот смотри как. В нумерологии есть раздел, который опирается не только на дату, но и на буквы, которые там есть. Неважно, название компании, название корабля, название животного и так далее. Вот, когда мы все цифры складываем вместе и берем просто те, то имя, которым нас называют, называется малое число экспрессии. То есть то, чего от нас ожидают именно в этом обществе. Вот мы входим и говорим, я Анна, и дальше отчество. Николаевна. Анна Николаевна. Что-то такое вот длинное, какое-то ожидание, нераскрытая тайна, да? А когда просто Анна, это завершено, это то, как ты себя представляешь в данном конкретном эфире, месте и так далее. Если мы берем только часть имени и так нас привыкли называть в данном месте, значит, это ожидание людей о того, что мы какую роль должны здесь играть. Складываем все вместе, получаем. Чисто Анна пятерка, от кого мы получим информацию, кого можно послать в командировку, на выставку. Анна Николаевна, наверное, что-то другое. И, пожалуйста, дома вы можете посчитать просто все эти цифры. Это первая часть. Это ответила на ваш вопрос, да? То есть то, как нас хотят, какими нас хотят увидеть, или какими мы хотим, чтобы нас видели, воспринимали. Это короткое имя, это малое число экспрессии. Интересно, я прям даже задумалась, вспомнила, в какой, где, как меня называют. А вот двойные, да, буквы Анна, Алла, вот это есть какое-то значение этому, если повторяется много букв в одном имени, да? Чисто логически получается так, что здесь должен быть упор именно на этом качестве человека. Вот буковка Л, И, И, К, Л, четверка. Значит, Л – это умение навести порядок в том, что есть вокруг. Раз их две, то как минимум нужно обратить эту одну Л, одну четверку вовнутри человека. Он умеет выстроить себя, и он умеет выстроить поведение или отношение окружающих людей к себе, к вам. А вот что касаемо необычных имен, ну, сейчас модно ведь, да, называть своего ребенка, ну, не знаю, как-то выделиться. Доминика, Моника, Габриэла, Даниэла, ну, и наши славянские Аня, Ваня, Петя, Маша, ну, как нас называли раньше. Какое-то есть отличие этих имен на судьбу человека? Влияет ли это имена, которые повседневные, как кажется, да, и имена необычные, может, даже придуманные какие-то родителям? По моему опыту и по логическому разумению, да. Как минимум мы можем получить только итоговое число, их всего девять, и вроде как немного. Но ведь это как мелодия. Если мы каждой букве придадим свою ноту и попробуем сыграть эту мелодию, она будет более или менее созвучна. Вопрос другой. Вот это вот красивое или иное имя, оно соответствует тому, чем занимается человек. И лучше задать вопрос, не какое имя лучше или хуже, а для чего оно лучше. То есть в случае спортсменов всё очень просто. Есть быстрые мышцы и медленные. Соответственно, тому, кто стайер, ему нужны какие мышцы? Медленные, но которые медленно отдают эту энергию и позволят ему бежать долго. Спринтеру – те, которые позволяют быстрые мышцы, позволяют ему быстро рвануть, завершить этот бег. Также и с именами. Если короткое имя, это значит, что человек более целый, ему легче определить свои границы. С длинным именем мы говорим, вот какой-то потенциал есть, но не факт, что он его реализует как надо. Коля – это целостность, Николай, и Николаев, например, это что-то более длинное, где есть возможность везде, ну как это, как на длинное, на яблоню сделать подвои. Состыковка с чем-то. И вот пример, который с Риной Зелёной. Екатерина могла бы остаться что-то, что-то другое она могла ведь оставить, и там другие варианты. Итак, длинное имя, особенно необычное, это значит вариативность возможности нового. Вопрос, реализуются они или нет. Если человек много путешествует, у него есть и чего выбрать – хорошо. А если он так в неродной для этого имени среде остается с этим именем, у него два выбора. Принять это как есть и просто не реагировать на реакцию других людей. Потом ты, привыкнув к этому имени, сам начинаешь соответствовать в поведении, во внутреннем ощущении именно этому имени. Итак, отвечая на вопрос, влияет ли имя? Да, влияет. Особенно, если его принимаете или не принимаете. При любой вашей реакции оно влияет на судьбу человека. Я вспомнила очень старый анекдот сейчас. Родился ребёнок. Как назовём? Вырастет – сам решит. Бывали какие-то такие… у человека вот ошибка, да, может быть, родители не угадали. Внутреннее состояние человека и имя не схожи. Когда он меняет имя? Можно менять имя, это и документально заведомо, да. Меняется ли судьба человека с изменением имени в паспорте? Если его уже первое может измениться именно в этот момент, если до этого его не звали таким образом, вот он сменил и после этого зовите меня так. И другой вариант. Он понимает, что ему нужно другое имя, уже все люди привыкли, потом постфактум фиксирует этот момент. Тогда этот переход не так важен. Но, когда вы начинаете себя звать по-другому, даже если сумма вот этого всех чисел имени будет той же самой, вы будете ощущать на себе другое совершенно взаимодействие с окружающим миром. Как минимум, уберётся какой-то внутренний вот этот вот барьер, который мешал вам принимать ваше предыдущее имя. А уже само по это вот расслабление, приятие самого себя, это точно залог более успешной реализации человека. Поэтому меняйте, если чувствуете, что вас ждёт другая судьба, или вы давно этого почувствовали, ожидали. Либо от вас ожидают окружающие. И как это в «Пиратах Карибского моря»? Кодекс – это свод правил, но не обязательность. То есть вы можете следовать за своим именем, можете не следовать, можете менять или не менять. Вопрос – к чему вы сами готовы. Если этого хотите, и получается то, чего вы хотите, вы реализовались. Если вы самое прекрасное имя, которое все говорят вам идёт, приняли его, а чувствуете, что-то здесь не так, это не моё решение, лучше не делайте так. Так, примите решение, потом действуйте. Я бы хочу спросить просто обывательский вопрос сейчас. Тебе нравится своё имя? Да, конечно. То есть ты его полюбил с самого раннего детства? Таким, как есть. Принимаю себя таким. В части имени точно таким, как есть. То есть что имя по нумерологии говорит Кирилл, то есть таким и являешься? Вполне. А был ли какой-то момент, например, когда тебе хотелось какое-то имя взять? Ну, как всегда, ним, фамилию можешь поменять, либо там бабушкину фамилию какую-нибудь взять, интересно? Были эти моменты, и иногда я её использовал. Серьёзно? А в каких случаях? Родовую фамилию. Тогда, когда надо было напечататься в каком-нибудь журнале, в частности, с темой нумерологии или астрологии, в тот период, когда моя основная деятельность, ну, явно как-то не билась с ней, чтобы было развлечение разных ролей, здесь я на работе Остер Левин, там я Эстер Левин, пожалуйста, это другое. Для меня другие ассоциации. То есть это способ разделить роли, которые я играю в обществе. Ну, и как часто делают журналисты? Вы не только журналисты, а и многие звёзды. Артисты. И писатели, которые действительно не хотят, наверное, своё основное имя, может быть, в массы выносить, а может быть, разделяют вот именно правильно, как ты говоришь, что разделяют одно, а какую-то функцию, которую исполняют в обществе, с другой функцией, для того, чтобы не примешиваться. Это всё не смешивалось в какие-то в один ком. Друзья, об именах и не только мы поговорим чуть позже, оставайтесь вместе с нами, с будильниками на Национальном телевидении. Ну что, друзья, мы продолжаем наш замечательный разговор. Напоминаю, что в эфире у нас сегодня гость Кирилл Остер Левин, нумеролог, астролог и ещё вот это нововодное слово, какое было? Аномастика, наука, изучающая имена. Аномастика, да. Немножечко Кирилл этим тоже занимается, правильно говорю? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да? Ну, Кирилл, очень важный вопрос, который задают, наверное, многие родители, которые не становятся, да, собственно говоря. Рождается человек, маленький человечек, и тут возникает первый вопрос, как мы назовём его каким-то интересным именем, необычным, либо православным, либо откроем календарь, народный календарь, посмотрим в этот день, может быть, у него именины, и назовём его так. Нужно ли прислушиваться к этому, и зачем вообще, собственно говоря? Первое, прислушиваться надо к тому внутреннему голосу, который вам говорит, из чего выбрать, а уже потом выбирать. Смотрите, народный календарь, он во многом, если мы говорим про русский народный календарь, он во многом связан с православным календарём, где принцип был очень простой. Смотрим, какой ближайший святой или мученик родился в этот день или в ближайшие дни к нему. Таким образом, и вся информация о новорожденных ранее накапливалась на Руси, где в церкви. И они именно подбирали, вы особо не задумывались. Это первый пласт, за вас решает время рождения. Другой вариант. Вы выбираете из нескольких близлежащих и смотрите, какую судьбу бы вы им хотели. Как это соответствует, ну, как вариант, имя и фамилия. Имя и отчество. Как они вообще, бьются или нет. Пробуйте на вкус, и когда понимаете, что да, это то, что надо, вы таким образом выбираете. Ну, и третье. Если вы выбираете иностранное имя, вы сказали, он должен быть другим. Мы об этом говорили, про того же самого Доминикана. То, значит, вы представляете примерно, какая судьба его ждёт или предлагаете ему вариант. Принять или нет – это его дело. Но вы свою часть, свой потенциал вкладываете в него. И раз уж мы про это не говорили, в имени есть гласные и согласные. И вот считается, что полное имя – это потенциал, который есть. Гласные – это то, о чём человек должен сказать миру. А и А из вашего имени. Или только буква А в случае Макс, или в случае А и буква И в случае Максим. Вот это то, какие разные вещи мы хотим сказать, сообщить миру о себе. Чего мы от него хотим. Это гласные, это наша внутренняя мотивация. И считается, что согласные буквы, точнее все, которые не гласные, которые нельзя протянуть так, это то, с чем мы наделены, с чем мы согласились или с чем вынуждены были согласиться. Поэтому большое количество гласных говорит о большом потенциале для развития, разнообразного развития человека, человечка родившегося. Большое количество согласных, они как забор рассекают нашу жизнь на некоторые обязанности, обязательства или принятые нами на себя качества. Как интересно сейчас говоришь. Вот я задумался, например, в моём имени хоть Макс, хоть Максим больше согласных. Это получается, что я больше воспринимаю извне? Больше заложено, больше и ограничений, или потенциал, но какие-то качества, которые как минимум нужно принять, не всегда возможно вообще осознать их. Буквка МК, да, ИК, Троечка, Юпитер, предпринимательство, М-пятёрка, ага, движение информации, Меркурий. Вот вы смотрите на них и смотрите, какие из них реализовались, а какие-то в вашей жизни не реализовались. Мне кажется, сейчас наши телезрители задумались о том, а где именно, и вообще как это посчитать, эти имена, где найти эти буквы? Ну, наверное, алфавит и порядковый номер именно в алфавите. Нумеруете, совершенно верно, вы А, единичка, Б, двойка и так далее, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Все 33 буквы русского алфавита. А складываются они очень просто. Если это 32-я буква, к примеру, то получается 5, да? Да, 3 плюс 2. Ну, реально, вы просто выписываете все циферки, потом между ними ставите знак плюс, потом смотрите, какое у вас получилось число, и это первое самое большое. Вот это вот огромное число есть в интернете, вы можете поискать, а что соответствует коду, длиннющему коду. Потом вы можете что? Разложить это. А сколько у вас там единичек, двоек, троек, четвёрок? Потом другой пласт, если уж мы говорим про полный анализ. А какие там гласные, какие согласные, и итоги каждого из них. Ну, это считается так, либо вот полное это число. А потом, если надоело с большущими числами работать, вы так это сворачиваете, сужаете, да, до одной единственной цифры. Цифры это от нуля до девяти. Ну, а когда вы складываете, ноль не получится, это точно. Получится либо единичка, двоек, троек, четвёрка, пятёрка и так далее. Девяточка. Вот и посмотрите, что длинное значит, как оно работает и как это в сжатом виде. То есть первый самый импульс, как мы себя хотим представить или как нас воспринимают. Разделите на гласные согласные и посмотрите, что у вас проработано, а что ещё нет. И посмотрите, а надо ли это прорабатывать. И этого ли вы хотите от мира. Или говорите миру, если это гласные, дайте мне этого, дайте мне светить, как Анне, да? Или дайте мне двигаться и светить, как в случае Максима. Отлично. Вот мы говорили уже об интересных штуках, связанных с именами. Оказывается, Криштиану Роналду, знали ли вы, друзья, это не имя и фамилия, а двойное имя. Причём имя Роналду для Португалии довольно редкое, а досталось оно мальчику, потому что отец был поклонником бывшего в тот момент президента США Рональда Рейгана. А хочется перейти мне к фамилии, потому что, ну, по крайней мере, в нашей стране нераздельно ещё и отчество существует. Вот как сопрягается именно полученное имя, ну, заглавное, да, Анна, Максим, Кирилл, с той фамилией, которая, ну, передаётся или носится ребёнком, и потом уже личностью вообще в жизни? Если мы берём фамилию, и ребёнку выбран или он избирает какую-то фамилию, он говорит о том, на какую дорогу или к какому роду он прикрепляется. И значит, что он также, как с согласными буквами, принимает на себя часть задач этих людей. Значит, ему надо либо больше общаться с ними, с этими людьми, с родственниками по этой линии, либо другой вариант, он с ними, он пропитался этим, и тогда нужно передавать другим людям, контактировать с другими и смотреть, как род этот не сам по себе, только внутри себя, но как он может контактировать с другими, где его ещё потенциал. Как минимум, разделите это на буковки, на все, и посмотрите, какого числа там больше. И попробуйте поработать именно в этом направлении. Вот в случае Анна, тут есть две единички, две шестёрки, всё равномерно, то есть и умение собраться, умение вести семью, семья равнозначно с реализацией внутри семьи и наружи от неё. Если бы такая же была фамилия, например, Анна, ну вдруг предположим, то получается, что данному роду требуется уметь сохранить свою целостность в взаимоотношениях между братьями, сёстрами, родителями, и при этом успеть что-то доказать всему миру. Мы лучшие или мы умеем что-то сделать, чего другие не могут. Мы цельные и мы умеем достигать нового. Вот такой вот анализ как минимум попробуйте провести. Сервисов в интернете навалом, которые ваше любое слово, ну хоть там будут русские буквы, цифры и так далее, превратят вас что-то в меняемое. Но попробуйте всё-таки для себя проработать вот это вот. Написать своё имя под каждой буквой, написать число, потом сложив его. Если это, например, буковка К, мы сказали ИИК, это получается двенадцатая. Поставьте троечку всё равно и попробуйте посмотреть, а что, что вот за этим всем? Каких цифр больше? Посмотрите, сами сделайте вручную эту работу. Не доверяйте этой машине. Пропишите его, пропишите цифры, сложите их. Сложите отдельно гласные, согласные. И попробуйте, вы таким образом взаимодействуете с миром, с традицией, которая превращает буквы в цифры и наоборот, как бы мы её ни называли, нумерология, кабала или каким-то другим образом. А потом посмотрите, где душа ваша откликается, с чем не согласна. Попробуйте потом проанализировать, а почему не согласна. И вот эта вот живая работа со своим именем, а значит, со своей судьбой. Она осмысленная, она осознанная и, возможно, даст вам много открытий и откровений. Если же вы пойдёте дальше и посмотрите на имена и фамилии родителей, вы уже что-то узнаете глубже и, может быть, даже лучше узнаете своих родителей, нежели они сами знали себя. В общем, до седьмого колена, конечно, долго вам будет идти, но если сможете сделать хотя бы на три колена эту работу, по вашим потомкам, по себе самому и по вашим родителям, это уже будет возможность очистить имя, очистить судьбу, точнее, сделать их более явными. А значит, у вас есть возможность чёткого, более осознанного выбора, чем я занимаюсь в своей жизни, тем или не тем, куда я должен двигаться, куда я сейчас двигаюсь. В общем, это пора открытий и откровений. Желаю вам такого чудного соприкосновения с именем своим. Такой в позитивной, яркой ноте завершено наше общение с Кириллом. Огромное спасибо. Я задумалась, призадумалась над своей фамилией, над именем, как, что посчитать и сделать. И я думаю, что наши телезрители тоже последуют этому совету, ведь узнать о себе что-то интересное и новое всегда увлекательно. Да, Кирилл, хочется, чтобы, наверное, просто пару слов нашим телезрителям вы ещё сказали пожеланий каких-то в этот замечательный день. Сам по себе день 9 октября несёт в нумерологии те же самые вибрации, которые идут у всего месяца. И это число, оно предвестник того, что произойдёт с вами в следующем году. Поэтому вот возьмите сегодня и с утра напишите, а какие самые большие цели перед вами должны быть поставлены и достигнуты в следующем, в 2018 году. Это самый лучший подарок, который вы сможете сделать себе, помимо того, что познакомитесь со своим именем. Успех. Спасибо большое, Кирилл. Астерливин сегодня у нас в гостях. Нумеролог. Просто принятный человек. Огромное спасибо. Редактор субтитров А.Семкин